В последнее время среди альтернативных исследователей утвердилось мнение, что все египетские храмы, пирамиды, сооружения были построены англичанами в середине 19 века, чтобы представить истории древнего Египта всему человечеству в 20 и 21 веках. Эдакий Диснейленд для дурачка с разинутым ртом. Кто-то пошел еще дальше, типа Наполеон пришел в Египет не с армией воинов, но с армией строителей, дабы на голых стенах всех храмов и статуях снизу доверху нанести барельефы и иероглифы. Правда, строители сначала должны были все очистить от наносов песка высотой до 10 метров, но это же все пустяки. Здравомыслие авторов всех постов и фильмов осталось за бортом и утонуло в мудных водах Нила. Привет, друзья, с вами закопанных египетских храмов Елена Тапсида. В 2016 году блогер под ником Горожанин СБ начал публикацию статей в живом журнале под общим названием «Египетский морок». По его мнению, скульптуры, пирамиды, храмы строились на заре эры фотографии в 19 веке. Вот его основные тезисы. Цитата. «Подобно Вавилону, изобретенному создателями Библии, материализованному великими археологами, оживленному наукой, литературой, кинематографом, Древний Египет раскапывался и открывался в 19 веке авантюристами, консулами и прочими, которые стали затем великими археологами. И как библейский Вавилон или античная Пальмира, практически весь Древний Египет представляет собой недострой, незаконченные стены, колонны без перекрытий, ни дня не бывшей под песком, кроме как на этапе строительства. На 90% без отделки и попыток отделки и нанесения формованной штукатурки. Это просто один большой бессрочный проект не матрицы по наделению историей, долговременная цеховая программа, важнейшая из всех программ. Давайте сравним, чтобы не голословно, как выглядели на фотографиях середины второй половины 19 века, якобы только что раскопанные открытой древности. Конец цитаты. По большей части горожанин опирался на фотографии после 1860-х годов. По его мнению, Наполеон и начал строительство великих пирамид в Гизе, но англичане подтянулись чуть позже для строительства всех храмов и сооружений. Плывет такой Наполеон вверх по Нилу в 1798 году. Его корабли заполнены стройматериалами, рабочими, режущими пилищими инструментами, а вокруг только пустыня, до берега поросшей камышом. Чего спрашивается поперся в этот Египет? Заря эры фотографии понятие растяжимое. Она составляла 50 лет. Я предлагаю посмотреть самые первые фотографии до геротипы и литографии Египта 1837-1839 годов и чуть позже. Да и многочисленные литографии из альбома «Путешествие Доминикана Вивера Денона в Нижний и Верхний Египет» заслуживают большого внимания. В 1798 году барон Доминик Виван Денон сопровождал Наполеона в египетском походе. В возрасте 51 год Денон не без труда зарисовывал величественные пирамиды, руины египетских храмов и других сооружений, снимал кальки с барельефов, росписей и иероглифов. Этому альбому надо посвящать отдельный фильм. Мини-разборы альбомов по Египту с 16 по 19 века я делаю на своем телеграм-канале Елена Тапсида. В Нью-Йоркской государственной библиотеке оцифровано множество документов, в том числе и по Египту. Здесь представлены работы художника Дэвида Робертса, который в 1838 году зарисовывал древние храмы Египта, Нубии, затем в Лондоне выпустил альбом цветных литографий, посвященный этим историческим объектам. И сейчас у нас есть удивительная возможность сравнить эти объекты во временном интервале – более 180 лет. Первое, что мы изучим – это будет храмовый комплекс в Луксоре. Перед нами литография Дэвида Робертса 1838 года. Большой вход в храм Луксор. Похоже, в этом названии сквозить то ли насмешка, то ли ирония. Да, действительно большой в кавычках вход, завален песком и битыми кирпичами. Того и гляди, путник наступит в верблюжью лепешку. Фрески на стене засыпаны песком. За обелиском виднеется одна из статуй Рамзеса II, по грудь покоящегося в песке. Люди на фоне его торса кажутся карликами. Человек VI, возможно проводник, этим инструментом он прощупывал песок, чтобы не провалиться в глубокую пропасть. Прямо как на рисунках Пиранези. В 1858 году рамзесов уже почти откопали. А в 1870 году вокруг них убрали битый камень, чтобы туристам можно было получше рассмотреть былое величие. Ну а в современности все очень красиво и миллионы туристов проходят мимо и видят, да, это большие ворота. Колонны храма пострадали менее всего. Неподалеку от Луксорского храма расположен храм Амон-Ра в Карнаке и, естественно, Дэвид Робертс не мог пропустить такой сюжет. Но вид этого храма удручает еще больше. Сильно пострадали его боковые стены, колонны завалены одна на другую. Того гляди, по принципу домино все сложится в одну большую кучу. Чтобы попасть в гипостейный зал, нужно спуститься с бархана с большими предосторожностями. Может художник преувеличил такое разрушение? Но нет, на фотографии 1858 года мы видим точно такие же развалины. А если посмотреть на гипостейный зал с юга, то сходство с разрушенными домами времен Великой Отечественной войны будет полным. Также видно, что под песком и груда мусора находятся значительные храмовые постройки. В 1936 году уже все убрано и можно без опасений гулять в храме. Только росписей почти нет. Пилоны похожи на бетонные, лишь изредка мелькают пилоны той эпохи. И на некоторых из них можно увидеть фрески в цвете, что очень даже редкое явление. О цвете в древнем Египте мы поговорим чуть позже. Закопанные разрушены храмы. Где-то мы уже это встречали. Да, на гравюрах Джованни Батиста Пиранези, на картинах Юбера Робера и других художников изображена разрушенная Европа, а на литографиях Карла Бассоли изображены руйны крепостей, церквей, дворцов Крыма. И чем древний Египет отличался от разрушенной Европы, запечатленной художниками 18 века? Только тем, что прогрессивная Европа добралась до него лишь в самом конце этого 18 века в виде армии Наполеона. Максимально занесенный песком на литографиях Дэвида Робертса смотрится храм Гора или Хора Ветфу, по официальным данным, построенный в период Птолемеев в третьем столетии до нашей эры. Как видно, на литографии по песчаным барханам можно было попасть под своды самого храма. И особым шиком считалось запечатлеть себя на фоне великолепных развалин. Колонные портики хорошо сохранились и на них даже осталась роспись. Это круг солнца с крыльями, олицетворяющие бога Хора. В 1858 году храм выглядит примерно таким же, как и на литографии. А в 1860 году храм был раскопан сотрудником Лувра Агюстом Мариеттом. Храм Ветфу начинается с массивных ворот, называемых пилонами. Они покрыты хорошо сохранившимися древними рисунками и надписями. По обеим сторонам от главного входа располагаются ниши для флагов. Перед воротами стоят две статуи бога Гора из черного гранита в виде огромных соколов. Следующий занесенный песком — это храм богины Хадхор в Дендере. Он посвящен богине любви, искусств, женственности и материнства. Хадхор, как правило, изображалась в виде облика коровы, между рогами которой сиял солнечный диск. Дендере — это небольшой городок в Египте на западном берегу реки Нил. На литографии пилон храма занесен песком почти по самый верх. Чтобы пройти под ним, нужно наклонить голову. И люди просто отдыхают в его тени. Святилище богини также засыпано песком, и люди попадают в него просто пролезая через боковую стену, верхний край которой находится вровень с пустыней. Лики богини Хадхор сбиты, но Дэвид Робертс смог зарисовать с ними колонну, и благодаря этому мы можем лицезреть небесную красоту богини любви, красоты и искусства. Храм Хадхор построен из песчаника, имеет длину почти 80 метров и окружен высокой стеной из кирпича. Внутри располагается большой гипостильный зал с 24 колоннами, на которых высечены изображения Хадхор. В самом храме очень хорошо сохранились цветные краски, и только благодаря этой сохранности Дэвид Робертс сумел детально зарисовать лики богини Хадхор, и мы теперь в деталях знаем, какие именно цвета наносились на конкретные барельефы, и это очень важно для дальнейшего исследования. На литографии Робертса от 21 ноября 1838 года этот храм изображен с роскошным гипостильным залом с пятнадцатью толстыми колоннами и карнизом с изображением двухкрылатых солнечных дисков. Вот только колонны храма оттого и гляди завалятся. Сверху на колоннах находятся геральдические лилии Верхнего Египта и папирус, символизирующий дельту Нила. Уцелела большая часть крыши гипостильного зала, на которой высечены различные небесные изображения. Также еще проглядывают цветные фрески на солнечном диске. На фотографиях до геротипах с указанием года 1838-39 этот храм выглядит аналогично. В современности храм выглядит эффектно, невзирая на многочисленные сколы. Между городом Асуан и первым порогом реки Нил еще совсем недавно располагался небольшой остров Филе, известный своими монументальными сооружениями. До недавнего времени именно там находился храм Исиды, спасенный от затопления во время возведения Асуанской плотины. Следующий храм в Фивах – это храм Раместиум, посвященный правителю Верхнего и Нижнего Египта Рамзесу II. В центре литографии мы видим фрагмент гигантской скульптуры Мемнона, а также осколки других статуй, посвященных этому фараону. Можно проанализировать строение статуй – они составляли единое целое с колоннами, части колонн фасона отливались, а затем собирались, в результате получалась законченная скульптура. Связующий раствор между элементами технологически не был предусмотрен, поэтому мы и видим разбросанные повсюду детали этого гигантского лего конструктора. На данный момент многие детали колонн оштукатурены и эффект конструктора не так проглядывается. Большая же скульптура Рамзеса II, которую мы видим, как торс выполнена из цельного камня. По официальным данным она вырублена из куска породы, а по моему мнению и мнению других альтернативных исследователей она отлита из бетона. Друзья, небольшое объявление. В связи с возможной блокировкой ютуба, видео выкладывается и на запасной канал Елена Тапсида на Роттубе. А также все новости по моему каналу есть теперь и в телеграм-канале Елена Тапсида. Ссылка есть на главной странице и под каждым видео. Рассматривая литографии Дэвида Робертса, можно увидеть, как хорошо сохранились краски в храме Исиды. Если вы обратили внимание, я всегда озвучивала время построек храмов. Временной интервал строительства от 3,5 тысяч лет тому назад до 2,5 тысяч лет, а некоторые храмы достраивались уже в период римского владычества, уже как бы в нашу эру. Но разнесенные между собой полутора тысячным временным интервалом храмы выглядят почти идентично, различаясь только божественными фресками, картушами, нанесенными на стенах. На многих из них остались краски. И вот тут, на мой взгляд, кроется одна из загадок этой занесенной песками страны. А поможет нам ее разгадать самое что ни на есть египетская си... нет не сила, а синь. Да, наиболее используемая краска древнего Египта, символизирующая небо, в котором сияет золотой диск бога Сунцара. Помимо синего красителя, конечно же использовались и другие, поэтому мы рассмотрим технологии получения различных оттенок красок. Остальные древние красители, такие как синие и зеленые фриты, азурит, малахит, не пристают к основе без связующего вещества, поэтому в качестве такого связующего вещества использовались органические клеи. Вы, наверное, уже догадались, куда я клоню. И я сформулирую вопрос, возможно ли было сохраниться краскам, какими мы их видим на литографиях Дэвида Руперца на протяжении как минимум 200 лет, на стенах колонн храмов, находящихся под прямыми солнечными лучами и постоянно обдуваемыми ветром, в потоке которого содержатся многочисленные абразивные частички в виде песка. Как мы теперь знаем, самые стойкие краски – это те, которые не имеют органическую клеевую основу, это черная, белая и различные охры. Как известно, многие наскальные рисунки в пещерах выполнены углем и красной охрой, им много тысяч лет, но это в защищенном пространстве, куда не попадает солнечный свет и нет отрицательного влияния атмосферы. Но солнце выжигает любое покрытие со скоростью примерно 10 микронов в год. Вечного ничего не бывает. А ветер с песком просто выбьет, например, черную краску с поверхности. Еще один яркий пример выгорания красок на изображениях божеств мы можем проследить в храме Исиды на острове Фили за 180 лет. На литографии 1838 года мы видим яркие насыщенные цвета, зеленых лепестков лилий, венчающие колонны, на потолке ярко-синие-красные небесные крылья бога Ра, звезды, сама богиня Исида с синими небесными крыльями. То есть мы видим здесь египетские минеральные краски, о которых я говорила выше. А как выглядят эти колонны сейчас? Абсолютно монохромно. Но почему же ведь они стояли внутри храма и хоть что-то же должно было сохраниться? По моей версии при демонтаже храма в 70-х годах 20 века колонны могли складировать под открытым небом и краски выгорели очень быстро, поэтому сейчас мы ничего не видим. Аналогичную картину мы видим на колоннах в храме Рамзеса II в Карнаке, в храмах двух трят божеств в Камомбо, в храме Гора Ветфу. И чтобы поставить жирную точку, давайте рассмотрим литографию Дэвида Робертса «Сфинкс». Под жарким египетским солнцем, под постоянными ударами ветра пустыни, гордо держит свою голову мистический сфинкс, на голове одет царский египетский немец. На нем хорошо видны остатки египетской синей. Глаза сфинкса подведены черной краской, которая заметно выгорела на солнце. Также на глазнице ярко нарисован зрачок. На скулах заметен окрас уже под выгоревшей красной охры. Конечно, сейчас остался только цвет самого песчаника. И какой же из всего вышесказанного следует вывод? А такой, что краска на храмы наносилась не три, не две тысячи лет тому назад, а всего лишь четыреста, ну пятьсот лет. То есть древний Египет вовсе не такой уж и древний. Да, может отдельные храмы строились, может быть около тысячи лет тому назад, но они поддерживались на должном божественном уровне. И еще остался невыясненный вопрос, как делали барельеф на поверхности стены без штукатурки. Здесь на крыше есть барельеф гора Исиды и Осириса. Так вот, он выполнен по голой стене. Как бы ничего удивительного, взяли долотой молоток и выдолбили, но вот только на стене очень четко видны следы выдавливания барельефа шаблоном. Особенно заметен валик из материала стены, который образовался при надавливании вокруг фигур богов. Особенно с правой стороны от гора. Барельеф затрагивает все слои блоков. Поэтому вся эта часть стены должна была быть пластичной. Получается, что или вся стена оставалась полусырой какое-то время, или эту часть каким-то образом размягчили. После сравнительного анализа двух храмов можно сделать следующие выводы, что за 2000 лет в строительном деле древнего Египта ничего не изменилось и элементы храмов идентичны. То есть цивилизация топталась на месте и не развивалась. Хочется остановиться подробнее на храмах Сети I и Рамзеса II, расположенных рядом со Серионом. В этих храмах очень хорошо сохранились многие цветные барельефы. Эти барельефы и многочисленные иероглифы выполнены по толстой штукатурке. Ее прочностные характеристики оказались на высоком уровне. Это к вопросу горожанина, что нигде не было штукатурки. Казалось бы, ничего особенного. Внутри закрытого помещения сохранилась выпуклая штукатурка с цветными красками и мы теперь в цвете, так сказать, в хорошем качестве можем наблюдать жизнь фараона Сети I и его взаимодействие с богами. Да, все так, но дело в том, что очень долгое время храм находился без крыши в полуразрушенном состоянии и солнечный свет попадал на цветные барельефы на протяжении многих сотен лет. Черно-белые снимки были сделаны в период с 1875 по 1860 годы. На них хорошо заметны контрастные по оттенкам детали барельефов. Да, при их сравнительном анализе, находящихся под открытым небом и уже в храме под крышей, можно увидеть, что краски выглядят идентично. На цветной открытке храма Рамзеса начала 20 века можно увидеть различную цветовую гамму красок. И таких мест в Египте предостаточно. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, а Египет-то совсем не древний, а насколько он не древний, а по моим прикидкам египетская цивилизация активно красила свои храмы еще в начале 17 века. Друзья, если вам фильм понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube канал, на запасной YouTube канал и на Telegram канал. С вами была Елена Тапсида. Всего вам доброго, до следующего фильма. Субтитры сделал DimaTorzok